Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Лидия. И сегодня... Что-то меня понесло, знаете ли? В прошлый раз я рассуждала, так сказать, о пространстве и времени, и что это такое, и как это. А сегодня меня занесло в другую степь, но не менее глобальную, так сказать. Я хочу порассуждать немножко на основе прочитанного, услышанного о ни много ни мало жизни. И о смерти. Ну, в общем-то, с древнейших времен, так сказать, ученые, и гения, и по сегодняшний день, никак не могут определить, так сказать, прийти к какому-то однозначному мнению, что же такое жизнь, и что же такое смерть, в конце концов. Казалось бы, на первый взгляд, определение дано, но, в принципе, что это такое жизнь. Но, но, здесь подразумевается, положим, разумная жизнь. Это мы будем так говорить. Насколько мы разумны, правда, я, в общем-то, считаю, далеко, далеко нет. И чем дальше, с древнейших времен, тем мы все безумнее и безумнее будем так говорить. Но жизнь, она везде, смотря что под ней подразумевать. Потому что все окружающее, то есть весь земной мир, и космос, и вся Вселенная, и несколько Вселенных, сколько бы там бесконечное количество их не было, это все живое. Мы не можем говорить о том, что не живое, потому что оно положено, не говорит, разумно не мыслит, и так далее. Но, тем не менее, оно подает признаки жизни, причем весьма многочисленные. Возьмите растения, положим, мы не зря же говорим, живые цветы. И не только цветы, но и деревья, пустареники, любая былинка, травинка, она живая. То есть в нее заложено определенное семя, так сказать, изначальная клеточка одна всего лишь. И дальше она развивается и растет, и приобретает какой-то опыт, и перенимает, вот ей передана, так сказать, изначально некоторая разумность, чувственность. То есть эти растения, они чувствуют боль, страх, радость, огорчение, ужас, в конце концов. Не случайно один из, не то что он ученый, бывший ФБР, просто задался этим вопросом и подсоединил, значит, провода электроэнцефографа для измерения электрических импульсов, как поведут себя растения. И умышленно, так сказать, взял и оторвал листочек. Или взял и вылил кипяток, горячий кофе, в горшочек. И что же вы думаете? Вот этот сциллограф-то, он показывает всплески, то есть пихи свойственные, вот разумные, как у человека снимают вот эти вот импульсоветрические сети, альфа, бета, волны и так далее. То есть боли, страха и наоборот, когда он с ними разговаривал, когда он их поглаживал, когда он их хвалил, то там удовольствие и так далее. И более того, не только у этого растения, а возникали вот эти вот импульсы и у других. То есть это растение, которое ощутило вот эти вот ужасы, гнев, боль и так далее, оно, так сказать, передало их своим соседям не только и даже за многие метры некоторые виды. Вот как бы так. Возьмите камни, говорят, они растут. Правда, очень медленно, не так, как положим растение или. Но, тем не менее, они растут и дышат. Правда, тоже очень медленно. Возьмите даже Землю нашу. Ведь не зря же наши предки все обращались к ней, это мать сара Земля. А как мать может быть неразумна, как мать может быть немудра и так далее. То есть она все чувствует, она дышит, она питается энергией из космоса и отдает по определенным, значит, своим порталам, основным через полюса южно-северный, свою энергию, то есть идет обмен энергией. Без этого организм не может жить. Так же, как вот и мы, положим, получаем пищу или дышим и так далее. Без этого никак. Жизнь умирает, просто прекращается. Вот, и Земля чувствует, ученые уже тончайшие, так сказать, такие приборы, самые-самые современные, что можно в наше время изобрести и изготовить. Они обнаружили, что Земля ощущает ужас, гнев, особенно, когда приближается, положим, астероид крупный, где-то на много миллионов километров от нас, тем не менее, она это чувствует и просто начинает учащенно дышать. То есть пульс ее учащается, как вот у человека, когда адреналин в кровь поступает и так далее. В разное время суток она по-разному дышит, то есть ночью, днем ли, и так далее. В разных местах тоже жизнь просвоима. Она воспринимает все наши эмоции, особенно в местах, где эти эмоции наиболее сильны. Понятное дело, наиболее сильны эти эмоции, в результате войн, вообще убийства, а массовых тем более. Поэтому скопление вот этой отрицательной энергии, она это ощущает и реагирует по-своему. Не зря же помните Карабах, когда там было землетрясение страшнейшее в Армении. Вот это последствия, так сказать, вот этого конфликта, это все отразилось, и земля это отдает назад за все, что мы ей передали. Ну, в общем-то, еще хочу сказать, что сейчас, может быть, ну, пульмень может врач определить, жив человек, например, или мертв. Раньше, конечно, соответствующих приборов не было, поэтому пульса нет, дыхания как бы нет, зеркало, значит, поднесли к лицу, не запотевает, значит, человек мертв, как бы. Но, тем не менее, известны масса случаев, когда человек как бы и не мертв, он в коме или трагический сон, так называемый. Что это такое, что за состояние такое, чего мы до сих пор не разобрались, покуда. Но, тем не менее, жизненный процесс настолько замедляется, что они не ощущаются. То есть, пульс не прощупывается, очень слабый, дыхание тоже не ощущается и так далее. И, в общем-то, считается, что в давние времена было вот таких людей похоронено заживо массу. Помните эту историю о Гоголе, который всю жизнь страшно боялся, чтобы его не похоронили, он подвержен вот такой каталепсии, замиранию, чтобы его не похоронили, так сказать, вот именно в таком состоянии, то есть живого еще. Ну, и будто бы рассказывает, что когда его похоронили, все-таки, с временем пришли к выводу, там масса инструкций, сколько времени нужно его держать, не хоронить, пока явные следы разложения не появятся. Тем не менее, вот, когда вскрыли могилу, через много лет, то хоза его была, так сказать, изменена, то есть он не на спине лежал, а как бы на боку, пальцы скрюченные, царапины там были. Ну, то есть, может быть, и правда его вот так вот и похоронили таких людей массы. Ну, вот, что касается жизни, так сказать. Теперь мы, я вот упомянула, что живое, оно как бы, живое существо, оно не, не, так сказать, не только вот эта вот плоть какая-то, а прежде всего, это одухотворенность, это, как мы называем, душа, это искра Божья. То есть без нее, это не живое существо, это материальный объект, который просто-напросто может двигаться, но тем не менее не осознавать ничего. Ну, это типа зомби, как говорят, которых оживляет, ну, те же роботы, так говорить. И ученые некоторые задались вот этой проблемой, что же все-таки за субстанция такая, есть ли она, и несколько лет назад некоторые ученые, значит, подсоединили весы, очень точные электронные, может, даже атомные, очень точные, к человеку, который находится при спяте, вот-вот умрет. И что вы думаете, когда, значит, человек умирает, то невидимое что-то, видимо, покидает тело, материальное тело, и даже взвесили его. Эта субстанция весит около 30 грамм. Ну, хотя, в общем-то, надо сказать, что как можно взвесить, например, радость, счастье, любовь, или еще это наши чувства, но вот это все, что дает жизнь, не только человеку, но и всем существам и в природе, вот эта вот искра, вот живая именно. Ну, и теперь о том, что, видимо, как это Высоцкий еще пил, да, хорошие религии придумали индусы, что не умирай на совсем, потому что даже трудно себе представить, как это я умру, как это, вот я есть, и будет, вообще не будет. Себе это представить трудно, так же, как и бесконечность, вечности и так далее. Но ничего, так сказать, не возникает из ничего, и, естественно, не исчезает, действительно совсем, как говорит Высоцкий. Что-то остается, причем, это что-то куда-то перемещается, где-то оно там, в каком-то мире, в ином, в каком уж, я не знаю, райата, то ли нам придумали, то ли нет, но, тем не менее, это место есть, и пробиться из того мира сюда, в наш мир земной душе, покинувший ее, очень сложно, то есть для этого нужно колоссальное количество энергии, которую они не обладают. Но иногда, но иногда обладают, поэтому имеется масса, значит, источников, и много об этом читала, что они возвращаются, не в виде призраков, ну, можно даже, в виде призраков иногда, а даже материализуются, хотя для этого нужно колоссальное, видимо, они материализуются тогда, когда оставили каких-то близких на земле, кто нуждается в их помощи, подсказке, и далее, приходят к ним во сне, и даже вот в натуре, это совершенно точно описано, что да, они хотят, человек и умер, но, тем не менее, он проявляется вполне материально, то есть его можно потрогать, пощупать, и как бы и тело у него есть. О связи, опять же, говорю, хоть и говорится, что оттуда никто не возвращается, и как-то на самом деле никто не знает, но тем не менее, тем не менее, вот остается вот этот информационный сгуст, который несет всю информацию, и вот эти вот сгустки, их можно уложить. И я, вспоминая, читала о шведском орнитологе, он с магнитофоном пошел, значит, в лес записывать голоса птиц, включил магнитофон, какую-то дорожку, ну, там час-два он расхаживал по этому лесу, когда вернулся домой, включил на обратную перемотку, и что вы думаете, он на фоне белого шума, возникает вот такой белый шум так называемый, он услышал голоса, причем он услышал голос матери своей, давным-давно умершей, причем она называла его таким именем, таким прозвищем, которым никто не знал, только он сам в детстве еще, и так далее. И таких голосов было множество, их можно было расшифровать, то есть вот на этом белом шуме, специально его выделяют, очищают, ну, это дело техники. Вот, и вот таких пленок у него масса и масса, то есть они вокруг нас, как бы, да, они везде. И даже я вот читала, что в Петербурге группа ученых, кандидатов в физико-математические, наубиологии и так далее, то есть это не какие-то шарлатаны, они все-таки изобрели вот такие приборы телеметрические, которые улавливают, потому что импульс идет очень слабый, и современными приборами их трудно уловить, тем не менее, магнитофон улавливает иногда при обденных обстоятельствах, видимо, что-то должно совместиться, место, время и так далее. Вот, и они улавливают, даже и специальные какие-то, вот, они хотели бы услышать, или тот к ним обращается, и происходит общение вот на этом уровне телекоммуникационном. Они по телевизору, Шнайдер, актриса, умершая, одному из людей, или даже отцу, по-моему, даже отцу, через несколько лет после смерти, он смотрел, и вдруг рябь такая пошла, ну, вот, как бывают помехи такие, рябь, только белая-белая-белая, и вдруг вот она проявилась, и пыталась ему что-то сказать, только слышно, не слышно ее было, то есть он в губах шевеляться, а он не слышно, и так далее. Это и по компьютеру, ну, по телефону я уже не говорю, то же самое уходит, и так далее, и тому подобное. В общем, она как бы перемещается куда-то, вот, исследования доктора Моди, вероятно, многие слышали об этом докторе, который собирал специальную информацию о тех, кто пережил клиническую смерть, в коме некоторое время находился, и что они возвращались, что они рассказывали. Конечно, это не все, это примерно процентов 13, так вычислили, несколько тысяч вот таких вот случаев он исследовал, и вот где-то примерно в 13 процентах люди рассказывали, что они ощущали после того, когда фактически они, так сказать, не дышали, не жили, то есть жизнедеятельность прекратилась, как бы. Вот, много рассказывают о туннеле черном, и свет в конце, многие встречали своих умерших родственников недавно, которые их там встречали, но потом отправляли назад, как бы не время, и так далее. То есть, вот эта субстанция, основная наша субстанция, она вот чувствует, видит, ощущает все это, ощущает вот чувство безмерной радости, как вот рассказывали, принесшие вот эти вот, просто восторга, восторга и неописуемой радости, то есть они не хотели возвращаться сюда, в эту земную юдорь, печальную, вот, они хотели остаться там, но тем не менее, значит, их возвращали назад, то есть, ему свое время. вот, как бы так, и, в общем-то, все в мире, как я говорю, рождается, расцветает, растет, приживает упадок, и в конце концов умирает. Я уж не говорю, так сказать, о земных каких-то объектах, о людях, животных, там, растениях, и так далее, мы говорим о целых народах, цивилизациях, мы говорим о планетах, о галактиках, которые претерпевают точно такие же изменения, то есть, они переходят в новое состояние, будем так говорить, вот, например, поглощается какой-то черной дырой целые галактики, а что там, что это такое, что за состояние такое, где вот коллапс такой, и исчезает бесследно, куда даже свет не проникает. Вот об этом, и, хотел бы еще сказать, так сказать, о том, что я верю, мы с дочерью Дашей в это верим, что души возвращаются, покинувшие, но они материзуются, то есть, обретают иное тело, новорожденное, будем так говорить, и масса тому примеров, масса задокументированных совершенно те, которые действительно были на самом деле, которые можно было исследовать, проверить, и так далее. я вспоминаю о прочитанном, значит, пишет один летчик, участник войны, значит, его ближайший друг, с которым он практически не расставался, его ближайший друг погиб, а он спасся. И вот через несколько лет он навестил жену вот этого погибшего своего друга, она была в момент гибели беременна, вот, родился ребенок уже после того, как отец его погиб. И, значит, он стоит в дверях, мать открывает, и ребенок, мальчишечки, значит, там года три, наверное, всего, навсего, или чуть больше, и он кидается, значит, прямо через порог вот к этому мужчине, называет его по имени, и, причем, речь его, обороты, то есть, разговор, вот, выражение, все это, вот один в один, как вот у его отца, один в один, причем он начинает ему задавать вопросы такие, о самолете, значит, о том, значит, ты помнишь, ты же знаешь, как это было, то есть, как он погиб, какой был самолет, и какие приборы были, то есть, он полностью, он как бы владел всей информацией, об этом самолете, я просто опишу, я был настолько, и мать-то рассказывает, что Димау, да, он вот рассказывает, обо всем, обо всем, о чем знать никто не мог, кроме самого погибшего, ну, часто бывает, что дети действительно помнят, особенно в небольшом возрасте, говорят, что лет до пяти, наверное, некоторые помнят, свои прошлые жизни, рассказывают, но им обычно не верят, принимают за детские фантазии, и, так сказать, внимания на них не обращают, а потом это все исчезает, то есть, память сохраняется, как говорится, когда душа возвращается на землю, вселиться, дабы, в тело, то ангел палится, вот к этой ямочке, ты все забываешь, все, что было до того. Масса таких случаев в Индии, особенно, где свято верят в реинкранацию, переселение душ, вот, эти случаи проверялись, мальчик рассказывает, что это вы, мои родители, родители не говорят, мои родители вот так-то и так-то их зовут, они живут там-то и там-то, у меня такие-то дяди, тети, сестры, братья, вот туда-то и сюда-то, а я погиб вот так-то и так-то, и эти случаи, значит, вначале они обращают внимание, потом все-таки решают проверить, и действительно там в стольки-то километрах есть такое селение, до четверти и снять проживали ли такой человек, да, проживал вот так-то и так-то, действительно, вот такие-то мать, а честь, такие-то дяди, и он прямо, ребенка, когда привезли туда, он просто бросился к этому дому, он вышел, значит, он бросился на встречу с родственниками, которые там находились, называли их по именам, разговаривали с ними, вот, да, действительно, так и есть, и случаев таких масса. Что еще хотела бы вот сказать? Может быть, нас это утешит, что не исчезая нас совсем, и в конце концов мы вернемся в чем-либо теле, говорят даже, вот души умерших, они выбирают потом своих родителей, в чье тело селиться, как это все будет, вот, и я безмерно благодарна душе моей дочери Даши, что она выбрала меня, выбрала нас, и теперь вот, это моя единственная любимая дочь. Вот, вот так бы, я вот хотела еще упомянуть, тоже о чисто научном, один из ученых вычислил, что, и о том, что о душе, о этой субстанции, согласно которой все развивается, не только ДНК, ДНК, конечно, заложена, вся информация, о тосинке не родится апельсин, как этот раз будет происходить, и что из этого вырастет, все это строится, вот, на этом клеточном уровне, на нашем атомном, ученый вычислил, что для того, чтобы развивалась вот эта вот, для этого же нужна программа, то есть, по какой программе она будет развиваться, что из этого произрастет, что из этого получается. так вот, из этой клетки, то есть, ну, будем говорить о человеке, вот, яйцеклетка женская, и мужская, вот эта вот, чудошная, совсем чудошная, невидимая глазу, клеточка всего, для того, чтобы получить, чтобы из нее выросло то, что должно вырасти, она получить, должна информацию, там 10 в какой-то, в несколько сот раз, так сказать, бит, вот этих вот, а такой информации в самой клетке недостаточно, ее там столько, просто-напросто нет, то есть, это через мне приходит, что-то, что-то, что определяет, вот, развитие жизни, ну, и смерти в какой концовке, да. Вот, все, наверное, что я хотела рассказать, сколько меня это волнует, поэтому, на этом все, до свидания, всего доброго.